Дай почитать Надо отметить, что это хоть и входит в корпус комиксов, но отличается детальной и качественной прорисовкой и возрастным ограничением. Графический роман может быть связан с историей, посвящен социальным проблемам. Иллюстратор Ариэль Виттари и автор Марван Каиль написали биографический роман Леонардо да Винчи «К 500-летию наследия великого мастера», а издательство «Бомбора» опубликовало 125 страниц. Яркие иллюстрации, немного текста и много восхищения и преклонения перед гением Леонардо. Затронутые и проблемы с искусством не связаны. Отношения с властьимущими, неосуществленные мечты. Авторы попытались охватить всю жизнь до Винчи, но не совсем стандартным путем. Они использовали прием нелинейного временного повествования. И это прекрасная возможность познакомиться с биографией и основными достижениями этого великого человека. Мы видим его в разном возрасте. Ребенок, подросток, молодой мужчина, старец. Он всегда в творческом и духовном поиске, всегда в размышлениях, всегда нацелен на открытие. Повторюсь, что глубины в этом графическом романе нет, как и нет, обширного, системного и всеохватного подхода к биографии и наследию Леонардо. В конце есть краткое описание истории создания основного содержания некоторых произведений Леонардо да Винчи. Эскизы, поклонения волхвов, дама с горностаем, Иоанн Креститель, Джоконда и другие. Также представлены основные характеристики главных героев. Франциск I, Ладовик Асфорца, Макеавелли, Сандро Боттичелли, Симонетто Веспуччи и так далее. Прилагается и библиография. И напоследок мудрость Леонардо да Винчи, его афоризмы, например, мелочи создают совершенство, а совершенство не мелочь. Как показывает опыт, не разочаровывается тот, кто не доверяет людям. Как хорошо прожитый день дает спокойный сон, так с пользой прожитая жизнь дает спокойную смерть. Спустя 31 год после смерти Леонардо, в 1550 году, Вазари напишет. Люди видели Божий дар в Леонардо да Винчи. Его красоту невозможно было преувеличить. Каждое его движение было грандиозно само по себе. А его способности были столь невероятны, что он мог с легкостью преодолевать любые трудности. И если мы в 21 веке говорим «человек возрождения», то прежде всего вспоминаем Леонардо. Даже простое перечисление его вне художественных интересов и сегодня кажется невероятным. Ботаника, картография, геология, математика, аэронавтика, оптика, механика, астрономия, гидравлика, акустика, гражданское строительство, планировка городов, конструирование оружия. Что ж, вперед, Клеонардо, 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волково, 6А. До новых встреч! Дай почитать!